Сейчас в школе все спокойно, здоровье детей в порядке, все ребята, которые испытывали какие-либо симптомы, чувствуют себя хорошо. В настоящее время небольшое количество детей еще находится дома, но каждый день дети выходят в школу. На пищеблоке работает сборная бригада, бригада, которая работала в пятницу, пока отстранена до выяснения обстоятельств, пока не работают буфеты по техническим причинам, но в целом кормление детей происходит в штатном режиме. Есть сейчас случаи отказа от питания. Эти случаи фиксировались и в сентябре, и в октябре. Сейчас на этой неделе тоже есть несколько заявлений об отказе от питания. Мы удовлетворяем родителей, идем на встречу. На следующей неделе начнет работать буфет, откроется кафе, станет еще легче. С родителями мы работаем регулярно, постоянно, по мере возникновения вопросов. Любой родитель наш может в любое время прийти и пообщаться, как со мной, так и с заместителями директора. Ребята тоже могут задавать свои вопросы. Сейчас популярным стало написать запрос по Вайберу, Телеграм. Я даю ответы. По телефону на этой неделе были звонки. Приходили родители по одному, приходили группами. Каждому уделено внимание. В воскресенье мы рассказали родителям о том, какие не приняты меры. О том, что школа продезинфицирована, о том, что в столовой тоже проведена санация, о том, что дети спокойно могут в понедельник прийти в школу и учиться. Ситуация коснулась не только детей, это и наша беда. И когда мы звонили родителям, когда родители приходили собирать детей, мы приносили свои извинения. Я и сейчас в очередной раз хочу извиниться перед родителями за ту ситуацию, которая невольно получилась. По средней школе номер 61 города Минска специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района проводится эпидемиологическое расследование. На сегодня не все лабораторные исследования завершены, поэтому говорить о корректных каких-то заключениях и результатах еще рано. По завершению лабораторных исследований можно будет судить о том, что произошло. Мы предполагаем, что это острая кишечная инфекция, потому что имеются предварительные результаты лабораторных исследований. Но я повторюсь, окончательное решение будет сделано по завершению эпидемиологического расследования. Субтитры создавал DimaTorzok